Во имя Аллаха, милостового и милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения самому благородному посланнику и пророку, нашему любимому господину Мухаммаду, да благословить его Аллах и приветствует. Многие люди говорят, на меня наведена порча, или говорят, меня сглазили, или я чувствую последствия чьей-то зависти, или говорят, меня поразил джинн, говорят, я ходил к одному, к двум, трём, ко всем, но не вылечился. Как же вылечиться? Ходил к одному, он дал мне лекарства и показал, как их принимать. Второй также дал лекарства и указал, как их принимать. Третий сделал то же самое. Каждый раз после визита лекарей осознаю, что я не вылечился. И они задаются вопросом, почему за столько лет лечения я не вылечился? Какова же причина? Мы говорим, а Аллах знает лучше, что этому есть множество причин. Ты должен задуматься об этом. Остаться наедине с собой и задаться вопросами. Существует три момента, над которыми следует задуматься. Ширк, попирание прав людей и ростовщичество. Ширк, попирание прав людей и ростовщичество. Некоторые говорят, я не мушрик, халла Аллаху. Все пять намазов я читаю в мечети. И всегда в первом ряду. Я не пропускаю молитвы. И считаю, что между ним и Ширком огромное расстояние. Такому я отвечу. О брат, носишь ли ты кольцо, веря в то, что оно является причиной привлечения любви? Или считаешь, что кольцо, которое носишь, может увеличить твое имущество? Задумайся над своими действиями. Такие вещи неизвестны никому, кроме Аллаха, Свят Он и Велик. Носишь ли ты браслет, который, как ты веришь, отведет от тебя зло? Хранишь ли ты дома или повесил ли ты дома некоторые предметы, которые, по-твоему, отдалят зло от тебя и от твоего жилища? И тому подобные вещи. Предписанное может поменяться только с помощью дуа. Почему же судьба меняется только посредством мольбы? Потому что судьба... Судьба — это создание Аллаха. Аллах, Свят Он и Велик, создал судьбу небес и земли и создал судьбу творений. И когда ты просишь, ты просишь не у самой судьбы, а просишь Аллаха, который создал судьбы. Тот же, который создал судьбы, только Он в состоянии изменить их. Однако в случае с браслетами, кольцами, часами... Нет, я не говорю, чтобы вы их не носили. Носи. Но не надо верить в то, что они на что-то влияют. Если ты считаешь, что они в состоянии на что-то повлиять, то ты впал в ширк. Если ты убежден, что что-то может принести тебе что-либо или отвезти от тебя что-либо, то ты впал в ширк. Ширк же — это великая несправедливость. Ширк — это великая несправедливость. Некоторые говорят, днями и ночами я могу сидеть и читать Коран, читать Суру Аль-Бакара. Я могу постоянно читать ее, после чего протирать все тело, или читать на воду и растираться ею, или маслом и так далее. Однако я не могу вылечиться. Мы говорим, возможно, ты совершаешь какой-то вид ширка. Избавься же от него. Это первое. Второе. Попирание прав человека. Многие говорят, что они не попирали ничьих прав, что они самые лучшие люди в отношении к другим. Могут сказать, к примеру, спросите такого-то торговца, я не брал у него ничего лишнего, не попирал его прав. Также не попирал прав такого-то, такого-то и такого-то. Мы ему скажем, о, брат, попирание прав человека не состоит только в отбирании денег, динаров, дирхемов, но также, если не следить за своим языком, можно впасть в этот грех. сплетничая человек зарабатывает себе большие проблемы. Возможно, он распространяет нехорошие сплетни и сеет раздор. Таким образом, он также оказывается в большой проблеме. Возможно, человек является лжецом, обманывает днем и ночью. Таким образом, он также зарабатывает в себе большие проблемы. Аллах Святом Велик сказал, когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали, откуда это все? Скажи, это от вас самих. Останься наедине, задумайся, проанализируй свои действия. Да, ты читаешь Коран, совершаешь намаз и так далее, но своим языком ты доставляешь хлопоты людям днем и ночью. Поэтому задумайся над собой, доставляешь ли ты людям неудобства своим языком, обманываешь ли ты и тому подобное. Третье, расставщичество. Некоторые скажут, хвала Аллаху, я не использую в своей торговле расставщичество. Берешь ли ты взятки, берешь ли ты деньги под проценты? Задумайся об этом. Смотри в себя, те, кто пожирают лихву. Что же происходит с такими людьми? Они восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Они восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Если такой человек решится на какое-либо дело, он будет выглядеть как помешанный. На своей работе, на своей должности, в его поведении также будут присутствовать признаки сумасшедшего. Поэтому Аллах сказал, восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Если он решит заняться домашними делами, в его поведении будут проявляться признаки помешанного. В обществе у него будут те же проблемы, в экономических делах все те же проблемы, в профессиональных обязанностях. Проблемы будут все те же. Поэтому задумайся, если ты как-либо связан с лихвой, избавься от этого, освободись от него. Если ты избавишься от этих трех вещей, будь уверен, что бы ты ни попросил у Аллаха, Он обязательно ответит на твою мольбу. И излечит тебя от любой беды и болезни. Итак, далее рассмотрим тему излечения. Напомню, что мы говорили о избавлении от ширка, попирании прав человека и расставщичества. Если вы избавились от этих трех причин, далее перейдем к очень распространенной процедуре излечения. Что же надо делать? Обращаемся к двум причинам. Первое — это мольба. Просим, будучи уверенными, что кроме Аллаха нас никто не излечит, что никто нас не спасет, кроме Него. Таким образом обращаемся к Аллаху с мольбой. Далее, для излечения можно использовать средства, которые не идут в разрез с повиновением Аллаху. Например, что? Читаем Коран. Читаем Коран. Каждый день по два джуза. Некоторые говорят, что надо читать суру Аль-Бакара. Я же говорю, нет, не надо концентрироваться только на суре Аль-Бакара. Читайте в день по два джуза. Ведь Коран начинается сурой Аль-Фатиха. А Фатиха — это заклинание, о котором пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абу Саиду Аль-Худри. Откуда ты узнал, что она заклинание? Также Коран заканчивается сурами Аль-Фаляк и Ан-Наз. Эти суры были неспосланы пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и он сам лечился этими сурами. Таким образом, если Коран начинается с заклинания и заканчивается заклинанием, то он целиком является заклинанием и средством излечения. Аллах Святой Алих сказал о Коране. Скажи, он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. Скажи, он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. То есть он является причиной наставления на праведный путь, а также является излечением. Он излечения. А Аллах знает лучше. Это все, что по милости Аллаха Святого Великого я смог вам передать и рассказать. И хвала Аллаху, Господу миров. Субтитры сделал DimaTorzok